Точка в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном поставлена. Решение проблемы отражено в трехстороннем заявлении президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе видеоконференции Ильхам Алиев и Владимир Путин дали понять, ставится конец оккупации азербайджанских земель. Очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнего противостояния между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное, создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу обстановки для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей стороны, хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель. И путем согласования важных позиций, которые заняло не один час и, в общем-то, не один день, мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, который мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию. Армяно-Азербайджанский-Нагорно-Карабахский конфликт – один из самых длительных конфликтов в регионе на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. И историческим событием в первую очередь для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, это торжество норм и принципов международного права – имплементация резолюции Совета безопасности ООН, которые, к сожалению, оставались на бумаге долгое время. Глава азербайджанского государства выразил благодарность президентам России и Турции за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и особенно в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта, и нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики, господину Раджептайпу Эрдугану, за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, отметил Ильхам Алиев, мы создаем совершенно новый формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. С чувством радости, с чувством гордости я подписываю этот документ и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо. Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнуты, в ходе переговоров между тремя сторонами, позиции, заявления, которые мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да. Перейдем к подписанию. Благодарю вас. Спасибо большое, Владимир Владимирович.